Ну что, друзья, сегодняшний день у нас, конечно, удался с сюрпризом, потому что утром, за утренним завтраком, наш дорогой брат Калий, который вот тут со мной, и наш дорогой Самуэл, Самуэл Насыкий зовут, этого уважаемого человека, они предложили мне пойти вместе с ними здесь в отдаленную деревню, где будет проходить обучение, и где вот Калий, он будет проповедовать, и он будет обучать людей евангелизму, вот, то меня предупредили, что дорога будет длинная, около часа, мы будем идти по пустыне, но я, конечно, не мог от этого отказаться, это реально круто, это очень классно, и, в общем, мы нагрузились, у меня на спине рюкзак с большой бутылкой воды, с двумя даже бутылками воды, и ребята взяли с собой питьевую воду, и мы пошли, мы пошли в отдаленную деревню. Мы тут встретили нашу сестру во Христе, которая тоже несет с речки воду, ну, в общем, вы уже видели ее в одном из видео, она выходила из своего дома, из своей калитки, конечно, она очень классная сестра, она помогает на миссии, очень серьезно, и вообще, я вам скажу так, я уже убедился в одном, что здесь дома верующих людей и лица верующих людей кардинально отличаются от того, как живут местные люди, те, которые живут, ну, без Бога по-хорошему, вот, так что, их улыбки, их лица, выражения лица, их добродушие, которое видно на лицах, улыбки, все, вот, буквально, в смысле, заходишь в деревню, и ты можешь видеть верующих людей, очень, как бы, ярко выражено это все на территории. Так что, свет, он светит во тьме, он светит, он светит по-разному, в том числе и красивыми улыбками и добрым отношением. Мы пересекаем реку. Друзья, ну, это потрясающе, мы здесь на речке встретили нашего брата, который в шляпе, он тоже является миссионером, он направляется в Керрио сейчас, чтобы там проповедовать, а мы сейчас идем в другую деревню, откуда он пришел, чтобы там проповедовать Евангелие. В общем, Евангелие не останавливается, Евангелие движется вперед. Но мы попрощались с нашим братом Лука, который вот направлялся в Керрио, чтобы там ходить по домам, проповедовать людям. Вот это по-настоящему затрагивается. И ты ешь этот сыр, да? Да. Ты отрываешь этот ковер, и после сыр, который внутри, ты можешь ешь это. Да. Вау, это потрясающе. Вот так вот, друзья, люди выживают в пустыне, практически на подножном корме, от семян, которые валяются просто в песке. Вот мы шли, но он нашел его по дороге и показывает, и рассказывает, как они его кушают. Друзья, ну вот мы здесь нашли еще одного нашего брата, Пола, который является студентом Калии. И мы его тоже встретили по дороге в деревню, и вот он тоже ходит по деревням и проповедует вот под палящим солнцем. Ой, у этих людей есть награда от Господа. Вот это колючка, которая растет на дороге, на местном языке она называется Эбэй. Она с огромными шипами, и его едят животные, обгрызают вот эти кусты. Школа нашего дорогого брата Калии здесь, в пустыне Туркана, за 7 лет обучила 450 пасторов. 450 церквей началось вот с той школы, которую он ведет. Он является преподавателем, евангелистом в этой школе, которая обучает следующим поколению служителей. И нескольких из них мы уже встречали вот здесь. И мы сейчас движемся дальше. Он нам тут прокладывает дорогу для меня, показывает местность, рассказывает о местных деревьях. Они каким-то образом умудряются есть пальмы. Они рассказывают про то, что есть специальная часть в пальме, которая содержит очень много влаги. Они выламывают эту часть и съедают ее. И в то же самое время она служит как дополнительной водой для организма. Ну, мы вышли на дорогу. Мы вышли на какую-то дорогу. Ну, в общем, тут школа, которая построила правительство для детей. Я, конечно, я не могу понять, для кого эта школа рассчитана. Потому что здесь вокруг вообще ничего нет. Мы здесь... Здесь всего лишь несколько домиков есть. Может быть, конечно, за деревьями, за сопками еще что-то спрятано. Но, по правде говоря, что вот здесь всего лишь несколько домиков есть. Для кого эта школа, для меня загадка. Ну, друзья, вот мне говорят, что вот эта гора называется Лосакам. Но говорят, Лосакам никак не переводится. Они, по крайней мере, не могут его перевести. Но вот так посередине пустыни стоят вот такие вот горы интересные, раскиданные. Школа работающая. Но здесь пока никого нет. Нету ни окон, ничего. Все просто вот такие вот решеточки. Но, в принципе, это понятно, потому что здесь из-за жары все помещения должны проветриваться. О, даже бетонный пол есть. Даже бетонный пол есть. Здесь у этого домика сидели люди. Увидели, что подходим мы. Ой-ой-ой, я что-то лонзил себе в ногу. Слушай, я наступил на какую-то колечку. Короче, тут сидели люди. И они увидели нас и сразу спрятались в дом. Аминь, эти девушки, женщины. Они сказали аминь. Они спросили, куда мы идем. И Калин дал мне поговорить с ними. И переводил меня с английского. Я говорю, что мы идем проповедовать Иисуса, который спрощает наши грехи и дает нам вечную жизнь. И они так возрадовались, прямо так улыбались. И говорят аминь, аминь. Здесь есть верующие люди. Здесь есть христиане, которые знают Бога. Ну вот то, где мы сейчас идем, это называется дорога. Это называется дорога вот в ту деревню, в которую мы сейчас идем. Правда, заключается в том, что мы идем минут уже 45, наверное, 50. И мне очень хочется пить. Наверное, вот первый раз, как бы, там, чуть не в жизни, наверное, я начал задумываться о том, как экономить питьевую воду. Потому что право заключается в том, что я не знаю, сколько мы идем. У них может быть абсолютно другое ощущение и понятие времени, и пространства времени, и дороги, нежели это у нас. Потому что мы привязаны как-то к часам. Они вообще не привязаны к часам. Вот и мы идем, и я не знаю, пить мне или не пить. Вот почему я говорю, что все может быть обманчиво. Ты идешь издалека и просто не видишь на этом желтом песке вот эти соломенные будки. А здесь на самом-то деле огромнейшее поселение. Вот здесь все-все-все между сопками все стоят соломенные домики, которых вот просто не видно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok